Ага, так, что здесь написано? А, здрасте, ребята! Это программа для любознательных детей по секрету всему свету Потому что в ней мы раскрываем всевозможные секреты Меня зовут корреспондент Зубок Больше всего на свете я люблю получать ваши письма, друзья Вот, посмотрим, какие секреты вы мне прислали сегодня Вот, например, Сергей Степчук из Донецка пишет Мне 8 лет, и я люблю рисовать Я знаю секрет красок Раньше их делали из разных растений Отлично, Серёжа, что это ты знаешь Я тоже однажды это узнал Ползали как-то с Коксиком мы по траве Ну, играли в жуков Так у меня после этого все коленки были зелёные А вот, вот письмо от Наташи Брянцевой Из города Трёхгорной Челябинской области Так, она пишет Здравствуй, Зубок Здравствуй, Наташа Я тебе расскажу секрет варенья моей бабушки Ммм, вкуснота Она варит его из черноплодной рябины И добавляет вишнёвые листочки Или антоновку Знаешь, как вкусно? Это и есть секрет Представляю, эх, сразу варенье захотелось Надо попросить Еноча сварить по рецепту твоей бабушки Так, а это, ой, какой рисунок Его прислал Егор Родченко Так, он пишет Так, Зубок Мне в школе купили новые ботинки Интересно, как они сделаны Расскажи, пожалуйста Хм, а вот это совсем не секрет Ну, по-моему, это хороший вопрос В ботинках ведь ходят все Ну, мало кто знает, как они делаются Ха-ха Кажется, пора отправиться В очередное расследование Поехали, ребята По секрету всему свету Мы, друзья, расскажем всем Что откуда происходит Почему, когда, зачем На любой вопрос ребятам Мы ответ найти спешим Потому что все на свете Непременно знать хотим Обувная фабрика Вот куда мы приехали Для того, чтобы узнать все секреты Мальчишеских ботинок А также сандалий, босоножек И даже малышковых пинеток Ха-ха Да-да Все это делают здесь На фабрике Пойдемте посмотрим В фабричных цехах Множество специальных машин Каждая из которых Делает одно маленькое дело Одна шьет Другая клеит А есть такие машины Которые выжигают узор на коже Первым делом я попал в цех Который называется раскроечный Удивительное дело Оказывается, если приглядеться Можно увидеть Что любой ботинок состоит Из множества деталей Все они шиты или склеены А потом прикреплены к подошве В раскроечном цехе Работают мастера-раскройщики С помощью автоматических прессов Они вырезают из кожи И других материалов Детали будущих ботинок А потом в другом цехе Их сшивают друг с другом Это называется верх Все это мне рассказали Об умных дел мастера Да уж, вот так посмотришь Обыкновенный ботинок Ничего особенного А сколько с ним мороки И детали вырежи И шеи вверх Потом растягивай носок Потом пятку Или сначала пятку Потом носок Ох, плохо запомнил А как же люди В стародавние времена Неужели они тоже Все эти тонкости знали? Да Спрошу об этом У тетушки Матильды Алло, тетушка Матильда Алло, вы на связи? Вы меня слышите? Конечно, Зубок Меня, как и всякую даму Тоже интересует Обувной вопрос Мне было интересно Увидеть, как делают обувь Да, это интересно Только очень сложно Нельзя ли как-нибудь попроще? Я сомневаюсь Что все эти премудрости Знали раньше Смотря на сколько раньше Вообще тебе скажу У разных народов Были свои обувные традиции В разных частях света Делали свою обувь Например, в Древней Руси Традиционной обувью Были лапти летом А валенки зимой Лапти плели из тонких полосок Которые отделяли от липовой коры Этот материал называли лыка Ну, из лыка сплести лапти Мог любой крестьянин Сапоги в те времена Были очень дороги А лапти сплести За пару часов легко Валенки валяли Из шерсти овец Эта работа была не быстрая Но валенки согревали ноги всю зиму И их легко было свалять Точно в размер ноги Хоть для богатыря Хоть для малыша А в северных европейских странах Делали деревянные башмаки Ой, ты только представь себе Брали полено И выдалбливали из него башмак Ну, ходить с таких было тяжеловато Зато они не промокали в дождливую погоду В Японии и Китае Очень любили сандалии в виде Деревянной скамеечки Их называют гетто В таких сандалиях-скамеечках Было удобно возделывать рис на полях Залитых водой Или доставать фрукты с веток Ну, как видишь, Зубок В старые времена Обувь была сделана из простых материалов Но жизнь не стоит на месте Все совершенствуется Ведь и мы с тобой сейчас говорим С помощью видеосвязи Да уж Все здорово изменилось с тех пор Вон какая здесь обувь представлена На лапте и на деревянной башмаке На совсем не похоже Гораздо удобнее ходить такой В современной Ну что ж, ребята Мне пора с вами прощаться Пишите письма обычной почтой Или на сайт www.radostmoja.ru Буду ждать ваших писем Вопросов, рисунков и секретов С вами был корреспондент Зубок До свидания, ребята Субтитры подогнал «Симон»